Хей-йо, ребят, вы на канале Даня Пот И сегодня мы снимаем долгожданный ролик, который вам так сильно понравился в прошлый раз Мы угнали тачку у Батти Всем привет, с нами Лил Гладкий Здорово Петрашка Всем привет, всем привет И с нами сегодня Антон, который нам сейчас помогает Ну, ненадолго, конечно, он только нам привез машину с первой Батти И сейчас я покажу, как это было Дим, слушай, дай мне ключи, пожалуйста, мне в санстанцию съесть Мне позвонили, мне срочно Я сгоняю, все, я скоро вернусь Так, аккуратно, соблюдаем все правила, не гоняем Ответственность она мне Это вот, это мы вот парнем Ни одной аварии за полгода, ни одной Ты только отъехал, хуй Это, хуй Ни одного штрафа Две аварии, ну ничего страшного, если что будет третье, зато контента наснимаем, правильно Правильно, так же, это тебе ключ, понял? Это тебе говорили Что все оплатим, но батя не должен об этом знать Он должен думать о том, что все плохо будет, если он не приедет за пять часов Все? Все, я полетел на работу, аккуратно, пацан Давайте, давай, Тоха Удачи Открыл багажник, пожалуйста Смотри, вот кнопка, видишь, есть Ааа, ну Я шарю за машиной Да, да? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме Давай, Тоха Пока Давай, Анатолий Спасибо, что помог Но раньше времени не раскройся, пожалуйста Ну, Петрашка сегодня на съемочке, потому что мы не брали специальный оператор, чтобы этот ролик получался максимально чисто нашим Не, если честно, он не брал, потому что это дорого Будем откровенны Никиту я очень люблю, он всегда нам очень помогает, но сегодня нам он не нужен Потому что у нас чисто свой big boys stack, ё-моё Правильно говорю? Да, давайте Big boys Big boys Big boys Кого, пацаны, в багажнике провести? Чур не я Так ты водила, вот А, точно Вот такой тачкой я сегодня буду управлять Посмотрим, чем занимается батя Даника в машине Вот у него есть какие-то салфеточки интересные Вы под прошлым выпуском набрали очень много лайков, очень много просмотров И мы, как и обещали, снимаем вторую часть Не важно, что через два года, но главное, снимаем Это самый популярный ролик на канале Надеюсь, этот станет еще популярнее, чем прошлый Потому что этот намного круче Копико Польская Это моя Кармашек Я заработал уже денег, кстати Да Мне всегда, кстати, было интересно, зачем в машине вот этот вот, что это за мешочек с солью Вот это вот Это шпахучка Это какой-то орбиз Ну что, приключения начинаются Приключения начинаются Давай, я думал, третий час этого формата Если вы набираете сколько, 50 тысяч лайков 50 тысяч лайков набираем и мы сбиваем этого деда Я его запомнил Мы угоняем, если набираем 50 тысяч лайков Батин футрак Это реально? Ах, на ходу, ты дурак Реально был бы ходить Я кайфанул на шашлыки С сыном и его друзьями И своей волей Я вроде бы комфорт вызывал Я больной Все, мы едем на шашлыки И я не знаю, как там батя будет Тоха полностью с ним должен будет поехать Если он заметит Надеюсь, он заметит не скоро Вот, и он Тоха будет все время с ним Снимать все и так далее Чтобы это было реально без постановы И выглядело как, ну, челлендж, так сказать Ташка, а ты почему на поворотнике едешь? Как вы поняли, ролик будет максимально офигенным И смешным Решили поехать сейчас на автомойку Как в прошлый раз Потому что батя не моет свою тачку Вообще И дальше мы едем закупаться Ну, как говорится, для шашлыка Вот родная наша Чуваки, давайте немножко прервемся Я хотел вам кое-что рассказать Я никогда не любил школу А тем более экзамены В основном из-за давления и стресса Пару лет назад я был на месте нынешних 11-классников Но начинал подготовку к ЕГЭ впритык И поэтому сильно стрессовал и тупил на самих экзаменах А вообще Экзамены не страшны Но, конечно же, если к ним начать готовиться заранее Тем, кто уже в этом году идут в 9-й или 11-й класс Уже самое время Потому что год пролетит незаметно Качественно и комплексно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ Вам поможет онлайн-школа Сотка Вас там сразу подготовят по вашим четырем предметам За одну подписку всего от 5500 рублей Шансов что-то не запомнить Или плохо подготовиться Вообще нет Ученики проходят повторение всей программы По предметам три раза Домашка проверяется очень быстро А у каждого ученика свой персональный помощник Сотка очень заботится о своих учениках Предоставляет ежемесячные вебинары с психологом Который поможет справиться со стрессом перед экзаменами Чуваки, если купить первую подписку уже сейчас То сможете начать подготовку к ЕГЭ в августе бесплатно До начала учебного года К тому же, чем дольше вы учитесь в Сотке Тем больше шансов у вас выиграть Просто... просто не представляете что Ламборгини Хуракан Которую Сотку будет разыгрывать среди своих учеников Уже следующим летом Так что скорей Переходи по ссылке в описании Или по QR-коду на экране И забирайте А по промокоду DaniaPod Скидки на первый месяц подписки И кстати, стоимость повышается каждые две недели Так что скорей начни свою подготовку К высоким баллам Вместе с онлайн-школой Сотка А мы переходим дальше смотреть видео На Не берет Вот, 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 вот Ты будешь мыть? Вообще, по-моему, мне интересно пи*** Давай, давай Петрашка первый раз, чтобы вы понимали Я даже машину ни разу не заправлял Он реально еб*** Подожди, подожди, подожди На ножку Бля Всё, давай по-быру мы помоем и поедем Чё здесь делает? Надо, чтобы он сюда подошёл Сейчас он будет обходить Переход снивать тогда Можешь уже закинуть Забайт его пока что А ты чё делаешь? Мы тут задумали Ничего мы не задумали Всё, камера больше всего постромала, наверное Давайте войну без меня, мужики. Все. Вот такие у меня х**, друзья. Вот, все, засовываю ее сюда. Все, да, прослушиваюсь сюда. Вот сюда. Прейк. Ну что, нормально? Вот так вот мы гладко просто бэм-бэм ему между ножек водичкой холодной. Потому что воняет постоянно. У нее постоянно пот выделяется активно. Я решил помыть. Ну, когда плюс 32 на улице, это да? Че нет? Я да. Все, так поехали. Я с вами больше машины быть не буду. Следующая точка, магазин. Берем там все для шашлыка. Делаем бассейн самый сочнейший, нежнейший. Не тот поворотник, вообще мне что стало? Блин, Петрушка, ты вообще угораешься. Да бред, автомобиль странный. У меня такое чувство стойкое, что мы сегодня где-то где-то, ну клянусь. Ребят, если вы видите то, что на прививке машина разбита, то, ну, вы понимаете, что это значит. О, ты же вернулся? Да, уже сгонял. Что там? А все нормально. А где машина? Машина? Что-то я машины не увидел. Машины нет. В смысле нет? Что случилось? Есть другая, поедешь? Где моя? На, смотри. Хорошо, папа. Привет, как ты заметил, мы украли твою тачку. И в этот раз по-настоящему. Смотри, у тебя есть 5 часов, чтобы нас догнать, найти и забрать свою машину. Если ты не успеваешь за 5 часов это сделать, то я лучше бы не хотел знать, что случится с твоей машиной. Время пошло. Да я сейчас обувь на угон заявлю. На тебе ключи от другой машины. Куда ехать? А ну, сейчас все пришлю тебе. У нас сейчас ситуация была. Все, все, все. Мы, короче, разворачивались на перекрестке. И страшно, не стесался поворот и не мог развернуться назад. Мы заезжаем в магазин. Пока что у нас локации такие же, как в прошлом выпуске, если вы могли заметить. Чтобы вы понимали, пацаны уже минут 5 пытаются закрыть дверь в машине. Настолько все плохо у нас сегодня. Окей, летс го. Мы приехали за мясом, я так понимаю, да? Да. Пивко. Смотрите, пацаны, как говорилось в ролике. Одно в хорошем. Шашлык без пива, не шашлык. Шашлык без пива, это не шашлык. Не смешно? О, здрасте. Так он на шашлык. Потому что шашлык без Радика не шашлык. Радик, молодец, вы вымахал как? Большой такой, давай. Не бей меня. Радик, бабушка, не закупайся, а то дома хавать нечего. Женщина, вам не плохо, вы так легли просто, я испугался. Какой-то фуркилый спортивный. Страшка ищет эти инфоповоды, реально. Да, я сейчас попизжусь с продавцом. Она так посмотрела. У меня со мной все хорошо. Со мной все хорошо. Кейна поворачивается, и я на квадробер. А может, она реально превратилась в квадробера? Канеда сделала. Кейна, на самом деле есть крутая маза. Поднять бабла. Поднять хенджа. От суефа спорим, кто проигрывает, тот квадробером бегает по магазину. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай найдем жертву. Какой-то женщине вот так вот подойду, скажу. Извините, а вы тут не видели? У меня, я брата потерял. Квадробер, может, знаете, новое направление. Бегает на четырех ногах. И ты в этот момент забежишь. Скажи мне брата, собаку потерял. Давай, 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 я приду. Лапу давай, лапу. Не, не, пусть сядет и лапу даст. Садись, лапа. Чинай, наложи к огурчиков. Я не понимаю собакам. Да? Все пишите в комментариях гладкие цикло. Пишите гладкий чихуан. Давай домой заскучим. Давай. Чего надо? А вообще, куда мы едем? Сейчас все поймем. Что за прикол? Ну, это не прикол. Чего подписался на то? Я знаю. Я обещал рекламу с абордом. Ты же знаешь, что за рекламу с абордом и не такое сделаю. Давай, мне надо переодеться. На пару дней. Хорошо. Не излезь. Я, короче, предложил Данику взять карася с магазина и отпустить его в реку, на которую мы сегодня приедем. Вот, сделает доброе дело для карася, но Даник не делает доброе дело. Давай возьмем что-нибудь, я уже так делаю, спрячем что-нибудь под руку. Все, накачиваем за месяц, и мы уже деваться не будем. Давай, давай. У нас преследование Петрашкина. Где этот? Мы его нашли. Да ну, наути, что он... Как говорится, шашлык без пива, это не шашлык. Мы с Гладким подумали, почему мы должны есть какой-то там дешевую посуду, какие-то пластиковые дешевые тарелки. Тут есть за рубль тарелки, за 2,99. Меньше взять самые дорогие, 3,49. Получается, мы взяли раз тарелку, два тарелка, три и четыре тарелки. Взяли стаканчики за 4 рубля. Ну, вилки мы взяли дешманские, но на тарелках лучше не экономить, потому что пластик, сами понимаете, это все очень плохо. Если он купит эти тарелки, я умру со смехом. Мне кажется, он тебе дойдет сейчас. Клади. А вилки зачем? Ты взял вилки? Да, возьми кетчуп. Ты не взял кетчуп? Да ты не взял, ты ушел. Придурочный. Я взял кетчуп. Придурок, 5 тарелок. Ази 5? Иди, иди. Раз, два. Иди Радику помоги. Да нет, на тарелку, она толстая. Ну, давай на супер, запрыгай на кассу, начнем. На кассу запрыгай? Ну, что, да, больной. Скажать, что это дорожка для спорта. Я не с ней. Супермен. О, ребят, вы тоже здесь? Извините, что отвлекаю вас от просмотра, но хотел вам рассказать одну замечательнейшую новость, которая обрадует жителей Москвы, ребят. Наконец-то, Биг Бойс Камбэк Тауэр, ребята. Поздравляю всех, мы дождались. Наконец-то у нас опять будут концерты, тусовки. Все самое жесткое только для вас. Мы с нашей командой Биг Бойс возвращаемся и делаем для вас удивительное, офигенное шоу в Москве. 27 октября, 6 часов вечера, People Bar пройдет наш замечательный концерт. На нашем концерте будут гости, которых вы все знаете, но они пока что, к сожалению, под секретом. Они будут исполнять треки, которые вы слышали в ТикТоке не одну тысячу раз. Дальше. Новые треки у нас с пацанами Биг Бойс скоро выходят. Вы все знаете, кто подписан на ТикТок, Телеграм. Плюс к этому мы с пацанами разрабатываем новый мерч, который будет продаваться именно на концертах эксклюзивно. Поэтому тоже плюс, почему нужно прийти. Берите своих родителей, друзей, маму, бабушку, собаку, кого хотите вообще. Берите просто абсолютно всех. Покупайте билеты по ссылке, закрепленной в комментариях. И вместе в октябре уже мы с вами кайфанем на концерте Биг Бойс. Поэтому, ребята, не переключайте ролик, смотрите дальше. Там Батя скоро приедет. Я не успел поднять гладки, открывал минералку и поразливал. Все просто. А вот, а вот, не Антон звонит. Давай. А вот. Все, мы, короче, заехали переодеться. Батя, не сильно злой, он больше уставший. Ну, поэтому и злой. Ох, я, я, я разбился. Стоп. Стоп, вы уже с Батей выехали? Нет, я заходил домой переодеться. Я не знаю, что вы мутите. Гладкий попросил взять запасные трусы. Гладкий попросил запасные трусы. Ну, я теперь понимаю, для чего. Нихуя не плаваешь. Я понял. Короче, что мы поняли. Батя выехал. Гладкий рукожоп. Ему зачем-то нужно запасные трусы. Чуть запасные трусы, брат. Ну, да, мне тоже интересно. Кстати, ребята, хотели вам кое-что с пацанами рассказать. Вот с нашим знаком Биг Бойс жестким. О том, что мы собираемся делать и возражать наши концерты. Йоу. Мы собираемся делать концерты, но не понимаем, какие города нам сделать. Для нашего тура. Вот, хотели бы у вас спросить в этом ролике. Какие города нам стоит посетить. Приехать к вам в город. Может, именно к тебе. Давайте, каких городов будет больше всего в комментариях. В такой мы и приедем. Надеюсь, вы постараетесь. Если хотите прийти в наш концерт, это будут незабываемые эмоции. Вот можете увидеть ставки из наших концертов. Как это вообще происходило и было. Мы летим на ракете, по самолетам по орбите. Объедешься планет, но сами знаем, видят. Мы танцуем, мы танцуем. Но инфу про концерты, которые уже запланированы, вы узнаете первой, если вы подписаны на мой телеграм-канал. А если ты не подписан, ребята, вот для вас мое название телеграм-канала. Ссылка в описании на мой телеграм-канал. Там вы все увидите. Там вы можете посмотреть на мою жизнь, на нашу жизнь с пацанами Лайвову. Поэтому да, летс го в телеграм. А еще на концерте в Москве мы хотели позвать охеренных гостей. А сейчас, ну чисто для вас, для ютубчика, такие жесткие пацаны вы, мы можем сейчас показать небольшой отрывок трека. Да, можем. Короче, вы послушали сейчас трек. Напишите в комментариях вообще, как вам, стоит ли выпускать или нет. Ну прислушаемся и может быть не будем выпускать. Сейчас мы уже подъезжаем. Поехали. Я тебе точку скинул. Ты же за городом. Ну а что делать? Машину хочешь забрать? Говорил, заявить на угон, уже бы нашли. Говорил, да учись. Да учись, получи права и сдашь. Будешь брать, есть. Но учиться же. Я смотрю только одному пока научился. Тачки угонять. А все нормально. Да не угонять, а без спросу. А что ты удивляешься? Прошлое видео 2 миллиона набрало. Да машину-то угнал? Я так понимаю, поэтому он решил повторить. 2 миллиона или угнать машину? Угнать машину. Хочу 3 набрать. Постегни. О, блядь. Я вылажу на машину. А ты п***ь ларишь, сука. Машины, не паникуйте, еб***ый врод. Постегни, сука. Ласки, выйдем в окно вот это сверху. Ну короче, мы почти приехали, вот. И все дела. О, стоит, тут кто-то стучит. Я дико извиняюсь. Да, здравствуйте. Вы Джокера не видели? Джокера? Да. А нет, не видели, а что? Ладно, поищу там. Ну давайте, давайте. А еще что, расскажешь? Да, я тоже учирил. Короче, у меня появилась дикая идея и желание. Сколько я учусь в автошколе покататься на машине? Дражка дай пока выкрули, побрат. Не, не, не. Пожалуйста. Не, не, не. Всправляй. Давай. Реально? Да. Ну есть быстрее, чего так медленно? Какой быстрее? Реально управляй тачкой. Давай больше. Давай соточку хотя бы материться вообще не там. Ну пожалуйста. Ну давай направо поверни. На право? Да. Ну нет налево в куст. А на херой направо? Ты сука, посмотри, что делает тволь. Дай мне. Это для никого, залог, это для бати. Бати? Для бати нет. А я пока решил тут вывалиться в окно, договориться, с вами. Не знаю, меня слышно или нет, но я хотел бы перед вами жестко извиниться за то, что я не выпускал ролики целых 9 месяцев. Сейчас мы с пацанами уже отсняли пару для вас роликов, которые выйдут после этого ролика. Уже вперед заготовлены ролики, чтобы вы кайфовали. Здесь вы меня простите и не отпишитесь как минимум, а наоборот подпишитесь и мы будем снимать еще более годный контент, чем раньше и чем вообще, ну любые блогеры вообще в мире. Я же Гладкий позвонил и попросил трусы взять. Я не знаю, что они там мутят. Я одного не понимаю, почему ты меня снимаешь. Потому что он попросил. Биба и Боба. Ну что же, подаришь машину наконец-то. Ну все, понял, злой. Ну какого-то два раза, когда сын угоняет тачку. Задумываешься, ну ли нужно лететь. Крайней мере не скучно. Так бы отдыхал, лежал. Ну да. Так езь разруливай. Короче, мы приехали, вот уже все взяли в руки. Это можно 30 скачать, чувак. Берите по пакетику и погнали. Нам вон туда. Короче, ну я сейчас это не снимал. У нас кола, фант, точнее, пробила сейчас. Ты посмотри, где она пробила? Да, в пакете. А на что вы... Мы ее только помыли, придурки. Ты все выливаешь, что ли? Да ты придурок. Сейчас она не будет выливаться. Санк, удержи. А как ты разбил? Ё. Там дыря. Я? А кто? Там дыря. Да не наклоняй ты, фантом. Короче, по итогу, эти тварины засунули мне этот стол. Я иду в наряженном состоянии жестко. А у меня еще и все падает, мужики. Привет. Пиздно. Здорово, парень. Все нормально. Собери мне стул с лобом. Какой-то у меня неуверенный намордник. А когда я ему в прошлый раз звонил, там непонятно, вроде бы, был Петрашка и гладкий. Петрашка кричал, что он что-то разбил. Петрашка что, за рулем? Я не знаю. Так он уже недавно что-то разбил. Что, что, машину? Поэтому они твою взяли. Короче, ребят, вы не поверите, но я дебил, и я забыл угли. Он дебил, пойдет за дровами сейчас. Ну, пожалуйста. Снизишь? У тебя права есть. Нет. Короче, Даник меня долго уламывал, он его заедал 100 долларов, и я решил пойти. Пойду куплю ему мозгов. Смотри, надо уголь, розжиг. Мозгов. Мозгов. Мозгов из зажигалки и пятилитровых. Да, понятно. Давай, а мы с тобой раскладываемся пока что. Вставай. Я уже разложился, не кайфу. Короче, будем рассчитывать на то, что Батя приедет позже, чем планировалось. Дорожка успеет все сделать, съездить. А то, если мы не успеем подготовить, будет не так круто и эффектно, как бы хотелось. А то хочется приехать, знаете, сразу на готовое. Сразу за шелычком, все дела. Так и где мы ствол поставим гладкий? Давай, где нам? Ну да, логично. Меня плавили куда-то. Все, только что поздоровался, какой-то мужик в лицо. Я шел. У меня ощущение, что он трахнет меня. Что он изнасилует. Либо зарежет. Либо со мной что-то сделает плохое. Я сейчас иду, поворачиваюсь в обе стороны, потому что у меня такое ощущение, у меня, короче, комар на руки, пидор. Короче, я подумал, когда он со мной поздоровался, типа, знаете, ты когда боишься чего-то, ты такой, совсем не такой доброжелательный становишься. Я подумал, что он, возможно, реально закопал какую-то там девушку или ребенка. Сейчас такой, типа, здрасте, здрасте, здрасте. О, свобода, цивилизация. Давай остальное принесем и мы будем раскладывать. Давай, сейчас, просто стол поставлю. Ай, сука. Сладкого мамы стол. Один раз связался. Ты серьезно не можешь его поставить? Да я серьезно, нет. Только три стола? Ну и два таких, я все рассчитал. Музыка у нас будет. Скажите, а можно угли и зажигалку? Чуваки, управляю одной рукой. Я не знаю, подход лагает машину, но надеюсь, нет. А даже если да, то я никому не скажу, потому что там был какой-то звучок. Только вам. И на монтаже узнают. Привет, Лёва, кстати. Вот такой вот стол мы кстати растерили. Колоночку я дождел. Камера, камера. Снимаешь? Петражка только что подъехал. К нам на машине. Сюда, блин. Как ты сюда заехал? Давай ты застрял, походу. Еще, ебать, эту тачку угропил. Все? Нормально? Все, заезжай к нам. Давай, давай. Отходи, отходи. Раз, два. Оп, 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 оп. Все. Подъехал. Все, 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 хватит. Идеально. Вообще очень близко к нам. Здра. Очень страшно было сейчас. Короче, я под потайным тропом ездил. Там какие-то мужики что-то искали в траве, но я их проигнорировал. Я дальше пошел, там какие-то были... Это потайную тропу, короче, по секрету. Мне показали гномы. Гномы... Понятно. Нормально ты их проигнорировал. Ты привез? О, красавчик, ладно. Тут стоит уголь, как реклама, посмотри просто на это. Все, погнали делать костер. Делай, делай, брат. А ты так в рубашечке будешь? Я, да. Короче, Петрашка подумал о том, что надо переправить машину, потому что на зеленой зоне нельзя. Потому что здесь зеленая зона, трава, мы за экологию. Погнали делать костер. Мы уже подъезжаем. Скоро все будет понятно. Передай пацанам привет. Так, получается, нам надо мангал. I have a уголь, I have a рожек. Секси-шашлык. Секси-шашлык? Типа я пытался. Секси-шашлык это я. Пишите в комментариях гладкий секси-шашлык. А что это вообще такое? Ну, рожек такой. Правильно? Да. Я решил загуглить про вот эту вот штуку, которую Даник закидывал в мангал. Потому что я сразу понял, что что-то не так. Как оказалось, одна вот эта штучка, которую отрываешь оттуда, она прилагается на один мангал. На один. Ну, то есть на один раз. Тут написано, мужик. Тут написано. Ну, я хотел быстрее, чтобы было. Быстрее. Страшка хочет пойти купаться. Он хочет нас кинуть. Ну, ладно, он отработается. Прикрой меня. Леха, вставь меня. Хазота что-то? Леха, вставь меня, вставь меня. Я не видел. Он сначала жопу показ, потом видел, что я снимаю. Он начал прикрываться. У него член появился. Давай посмотрим эту хуйню. Короче, ребят, я это вставлю в ролик. Но это будет, не вставлю точнее, это будет в телеграм-канале, ребят. Вот этот вот голый. Огромный хобот. Ну, как огромный хобот. Я вижу, что он переодевается. Я вижу жопу, думаю, сниму. Он пытается прикрыться. Я реально зову в телеграм. Подписывайтесь, я это выложу. Не, ну виды здесь хорошие. Но только что здесь делать? Шел второй час войска. Сказали 15 минут. Ни машины, ни малых. Ну, что ты думаешь, какие-то новости ждут? А вот, судя по тому, как они сюда доехали, или что? Если тут машина, это вообще ничего хорошего. Как они сюда забрались? Я этих дорог не знаю. Не, давай уже для моей, ты говоришь, сейчас. Анус показать? Глубоко, кстати. Глубокая, глубокая мысль. Да. Ну что, пришло время насаживать наше мясо. Дорошка, беги. Как водичка вообще? Не, нормально. Но комары мне уже сглобали. Это если батя Даника пузо накрасить красным, то... Не, он будет плыть на спине, он будет как буёк. А! Сука! Это в стиле комары? Ай, блядь. Ему комар лукик прописал, блядь. Всадил мне. Пошли, я тебя тоже всажу. Как-то шампак. С натяжечкой наместились как-то, смотри, на вот эту. Кстати, интересный момент такой тоже. Как и с мамой Даника, у нас с папой Даника, с Тохой, в целом, очень хорошие отношения. Мы очень часто приезжаем смотреть футбольчик. Именно поэтому мы в целом и мутим такую движуху. Лови, лови, лови. Я говорил, что я 6 лет занимался борьбой. Вообще, желаю каких-то отцов. У нас же есть 5-ти литровик. Какую-то минералку тратишь, блядь. Не, это чтобы первая упалась. Потушил бы лови, шоу, мужик. Напишите вообще в комментариях, как часто вы вот так вот с друзьями выбираетесь на такой кемпинг. Убавайте п***ю тачку и едите на кемпинг. Пикплеймер. Не повторяйте этого у себя дома, потому что ваш папа может отреагировать по-другому. Взять катану. Сейчас посмотрим, как мой отреагирует для начала. Ну. Она еще умудрились телефоны посадить. Это ежик. Даник, видите, какой добрый. Кормит ежей. Ребята, следующий ролик, кстати, если вам интересно, возможно, либо он выйдет через один, либо следующий. Будет ролик с датой, с датами, точнее, концертов. Промо-ролик. Интересно, мы штучку придумали тоже. Жмите там на колокольчики, бейте корешей по колокольчикам. Атмосфера на концертах, я не знаю, наверное, у меня это самые запоминающиеся моменты в жизни наших концертов. У многих наших подписчиков, которые были на наших концертов, я уверен, такие же ощущения, такие же эмоции. Тем временем, Даник делает тарелку из лаваша. Делает тарелку из лаваша. Ну, она типа сок набирает и вкусно просто. Мы угнали тачку ровно в 4 часа. Сейчас 8.30 здесь вы видите. У вас осталось 20 минут. Но в целом наказания никакого для него не будет. Я думаю, он волнуется по этому поводу. Потому что Даник в ролике предупредил, да. Батя вылезет из леса, короче, как медведь. Просто нападет на наш кемпинг. Тип-токе эфир идет. Что здесь написано? Вы дайте слово. И получите здесь лепобов. Илюха. Алло. Алло. Да. А Даник с тобой? Нет. Где забрать? Он говорит, что с тобой был. Он сейчас... Владки! Я тачку разбил. Иди сюда. Не, я... Ну, да, я с ним, но в данный момент он отошел тут. Сука, Даник тебя в еб... В столб. Петрашке передай, что не смешно. Я вот сейчас выхожу на последнюю точку, которую вы мне сбросили. Если у вас тут нету, будете разбиваться потом с другими людьми. Все, давай. Мы только что разговаривали, он за 10 минут мне не позвонил. А сейчас вот решил, взял и позвонил. Но он как будто... А почему он раньше не звонил, кстати? Я не знаю. Коша Горчик. Красиво там, конечно. А мы, чтобы быть там, мы по лесу ходим. Машину вижу. Батя Данька сказал, что он уже идет на последнюю точку. О, здрасте. Я вашу машину украл. О, здрасте. Я вашу машину украл. Привет. Ну вы додики. Я честно, я честно говоря, я реально включил камеру, чтобы рассказать... Поздравляю, ты прошел испытание. Какое испытание? Я тут 2-3 километра по лесу навернул. Что у вас говорит? Сосисочки для тебя. Сарделечки. Это было испытание, надо было нас догнать и приехать сюда с нами. По тропейничать, так сказать. Качество компенсации... А просто сказать нельзя было? А так не так интересно. Но мы так не успели приготовить ничего. Ну что, довольны? Очень довольны. Ну вообще, о чем ты подумал, когда увидел видео, где Даник тебе говорит об этом всем? Ничего хорошего. Я думал, здесь начнется Рубилова. Я думал, следующая партия шашлыка будет вот из этого персонажа. Оказалось, я же поэтому сосиской первую начал жарить. Оказалось, что Дима неплохо отреагировал. Боже, Тоха это Анатолий? Да, Артур. Не, Аня, Тоха это не Анатолий? Да, Артур. Подождите, Артем это не Артур? Я его Анатолием называл, вы что меня не поправили? Так я думал, Тоха это Анатолий. А то, какие вы тупые, я даже не удивляюсь. Анатолий это Толик, Анатолий это Толик. Как вы сюда заехали? Это к Петрашке. Нам не равно мы подказали дорогу. Давайте выразим респект папе Данику за то, что он не накинулся на нас. А Толику? А, и Толику одену спасибо за то, что он помог нам. Спасибо, хозяин. Спасибо, хозяин. Вердикт такой, батя отреагировал, как я ожидал в целом. Я делал себе пахалость, это вторая моя еда за день. Мы говорили, тебе 5 тарелок бери. А кого же тарелок хватает? Кому надо? Ну что, в угонном тачке? Правильно? Нет, у меня сын угнал, вот у меня был сын, он в натуре угнал тачку. Я помню... Я ни разу не угонял, брат угонял. Тарелок. Вкусно. Ну что, ребят, уже вечер, мы уже позавтракали, ой, точно не поужинали. Гладкий уже протирает стол. Мы собрали все вещи, весь мусор, вот, чтобы не мусорить, тут все убрали. Я фотки выкладываю, вот, посмотрите, еще вот выпил кваса. Батя, тебе понравилось? Я за руль. Димон. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, с вами был Лил Гладкий. На Петрашка я вот... Да, Петрашка, если что, голый пенсил Петрашки будет в сливой грамме, поэтому подписываемся. И всем пока-пока. Э, какой пенсил.